Друзья, привет! Сегодня важное занятие, на котором я расскажу, как же делается та самая таргетированная реклама ВКонтакте, на которой строятся стратегии выводов топ, ну и просто можно рекламировать песни, концерты, привлекать подписчиков. Давайте начнем, я постараюсь быть краток, потому что, если мы сейчас в YouTube какой-нибудь зайдем, мы найдем целую кучу видео от маркетологов, которые нам будут рекомендовать, как делать. Но в музыке есть пару нюансов. Во-первых, не все настройки нам нужны. И сегодня я покажу, какие нужно настраивать, чтобы получить максимальную эффективность от этой рекламы. Итак, как настроить таргетированную рекламу ВКонтакте? Поехали! Так, вот моя страничка, как раз я ее использую для того, чтобы тестить всякие рекламки. И здесь есть вкладка «Реклама». Если ее нет, в настройках можно починить, и она появится. Здесь у нас есть кнопка «Создать объявление». И смело ее нажимаем. После этого у нас есть множество опций. Итак, нам нужны показы рекламного объявления. Кликаем сюда. Итак, нам подходит три формата как раз для трех типов креативов. Универсальная запись, запись с кнопкой, если мы ведем трафик на Bandlink, и реклама в клипах и историях, если это видео приглашение. Но сейчас я покажу на примере универсальной записи, что нужно делать. Создаем, создать запись. Здесь вводим текст. Мы можем какие-нибудь строчки из припева. Вот так банальненько. Ну, для примера. Также мы прикрепляем какую-нибудь картинку. Вот здесь есть опция «Прикрепить фотографию». Прикрепляю аудиозапись. Все, нажимаю «Создать». И теперь уже пойдет самое-самое интересное. Почему? Потому что сейчас мы будем работать с аудиторией. Это очень тонкие настройки, которые будут сильно влиять на всю нашу рекламную кампанию. И давайте по ним сейчас подробно пройдемся. Итак, география. Вот для рекламы трека можно оставить Россию. Но для рекламы концерта, например, в твоем городе, нет смысла рекламировать Новому Рингуэ, если ты находишься в Москве. Если у тебя есть данные, что тебя слушают только мужики, окей, ставим мужской пол. Но, как правило, это заранее неизвестно. Поэтому поначалу, как правило, можно потестить на всех. Возраст – очень важный параметр, потому что как раз из-за возраста у людей очень разные ценности, и они слушают разную музыку. Ну, например, если мы пишем песни в стиле группы кино, то, скорее всего, нас слушают люди, которым, получается, за 30-35. И мы тогда поставим вот 35. А если мы хотим попасть в тренды, и наша музыка похожа на то, что сейчас есть в тех же чартах Shazam или Apple Music, то в таком случае мы попадаем в аудиторию от 14 до 22-3. Это самая слушающая аудитория. Давайте 24. Которая только может быть. И смотрите, когда я меняю возраст, то вот здесь, справа сверху, у нас меняется целевая аудитория. Это тот счетчик, который показывает, сколько же людей попадает под мои настройки. Он всегда будет меняться. В этом плане контакт нам помогает определиться. Сейчас он говорит, что это слишком широкая аудитория. Давай, мол, сужать это количество. Дни рождения используются в настройках, когда какие-нибудь подарки дарят. Нам это не нужно. Семейное положение вряд ли тоже нам как-то поможет. Интересы. Вот здесь приведены довольно широкие интересы, и по ним поопределить, слушают ли люди, которые любят недвижимость, ну, это сложновато. Зато вот теперь наступают очень важные и нужные на настройке. Это подписчики сообществ. Как можно это использовать? Например, мы знаем, что наша музыка похожа, ну, скажем, на Depeche Mode. И я здесь сейчас веду Depeche Mode. Скорее всего, там сидят люди, которые любят группу Depeche Mode. Вот смотрите, 101 тысяча подписчиков. Окей. Также я думаю, что моя музыка нравится слушателю Муми Троль. Я сейчас постараюсь найти группу, в которой эти подписчики могли бы быть. Вот, 31 тысяча человек. Но это просто подписчики. И, может быть, они не проявляют никакой активности. Они подписались там 5 лет назад и просто являются подписчиком. Никогда туда не заходят. Поэтому следующая вкладка, которая нам может помочь, это активность в сообществах. Если мы сейчас продублируем те же названия, то мы уже получим активных подписчиков. Это те, кто ставили лайки, те, кто комментируют, слушают музыку. В общем, живые люди. И оказывается, что у нас всего 150 человек подходят под это. Конечно, это очень-очень мало. Поэтому у нас есть кнопка «Расширить аудиторию». «Увеличить охват». Вконтакте посмотрит, каких людей ты выбрал и попробует найти таких же. Теперь посмотрим на такую штучку, как показать дополнительные настройки. Кликаем сюда. И удивительно, находим такую вещь, как «Слушают музыкантов». Интересно. Ну-ка, давайте какую-нибудь группу DDT. Хочу тех, кто слушает DDT. Вконтакте знают людей, которые слушают, потому что тут есть встроенный плеер. И вот, смотрите, 198 тысяч человек слушали. Песни DDT. Это одна из самых главных настроек, потому что позволяет показывать музыку тем людям, которым нравится этот жанр. Если твоя музыка похожа, например, на монеточку, то давай покажи музыку им. Уже в мире не осталось таких свободных ушей. Все что-то слушают. Поэтому просто ищем тех людей, которых в плейлистах уже есть артисты, похожие на тебя. Это отличная стратегия. Дальше идут у нас настройки в основном для тех, кто занимается продвижением сайтов, приложений, а также предлагает услуги. Нам-то особо не нужно. Вот, например, галочка «Путешественники» вряд ли как-то нам поможет. Может быть, для каких-то узких стилей. Ключевые фразы. Это тоже интересная настройка, которая поможет нам найти людей, которые в поиске забивали что-то. Ну, например, концерт «Рамштайн». Посмотрим, сколько людей искало это. 720. Просто «Рамштайн». Давайте поставим. Угу. 16 тысяч человек. Это люди, которые в поиске что-то набивали. Давайте тот же «ДДТ». Монеточка. И сейчас у нас аудитория будет расти. Мы просто зацепим тех людей, которые так или иначе или видео искали, или аудиозаписи искали. В общем, что-то искали ВКонтакте. Довольно удобная штука. А смотрите, тут еще есть вкладка «Показать рекомендуемые фразы». Вот, кто-то сбивал аккорды «ДДТ», «ДДТ», «Шевчук». И вот пошли даже «Чаев» и некоторые песни. То есть мы можем вбивать названия конкретных песен. И так найти людей, которые нам близки по духу. Можно сделать аудиторию на пересечении разных настроек. Вот, например, давайте активность в сообществах, сообщество музыкантов. Смотрите, аудитория получается слишком узкая. Поэтому мы всегда смотрим на этот индикатор. Если он слишком маленький, ведь, видите, ВКонтакте нам подсказывает, то мы эту аудиторию как-то расширяем. Можно сделать несколько объявлений. Вот, например, в одном объявлении идти по ключевым фразам, а в другом объявлении выбрать активность в конкретных сообществах. А в третьем сделать, собственно, аудиторию, которая слушает конкретных музыкантов. И просто посмотреть, что из этого лучше работает. Вообще, это очень такая маркетинговая штука. Посмотреть, где лучше. Потому что определить заранее практически невозможно. Итак, мы можем искать подписчиков конкретных сообществ. Мы можем искать только активных людей в этих сообществах. Тех, кто слушает конкретных музыкантов. Настройка просто отличная. А также по ключевым фразам определять людей, которые искали конкретные песни, которые искали конкретные группы, конкретные видео, смотрели какие-то концерты. Дальше у нас идет образование, работа, должности. В общем, не то, что нам может сильно помочь. Все эти люди, которые взаимодействовали с нашей рекламой, вот этой, могут быть записаны в отдельный просто списочек. И позже, если мы сейчас их сохраним, по ним можно сделать отдельную рекламную кампанию. Например, люди, которые поставили лайк твоему посту. Или люди, которые видели рекламу. Сейчас мы их сохраним. Нам нужно дойти до вкладки «Настройки сохранения аудитории». То есть это сбор пользователей, отреагирующих на объявления. Нам эти люди еще понадобятся. Жмем «Добавить аудиторию». Создать новую. Называем ее как-то. Например, понравилось. И теперь выбираем события, по которым и будут избираться люди в этот список. Что они сделали? Все позитивные, негативные действия. Посмотрели запись. Перешли по ссылке. Я хочу собрать людей, которым понравилась моя запись. Которые лайк поставили. И все, теперь она будет собираться. Но я хочу еще сохранить людей, которые просто видели мое объявление. Поэтому еще раз создаю. Называю «Видели». Так, просмотрели запись. Но еще мне хочется создать еще одну аудиторию, которая перешла по ссылке в сообщество. Потом я их еще раз приглашу, если они не вступили. Перешли. Вот так вот. Все, теперь у меня будет собираться три аудитории. В будущем мне это очень сильно пригодится. Так, это нам пока не нужно. Время оставляем. Тоже так есть, потому что деньги все равно не будут списываться, если люди спят и не кликают. Так, вот у нас рекламная кампания. Создаем новую. Как-то ее называем. Например, реклама. Мои песни. Вначале можно оставить автоматическое управление ценой. Дневной лимит очень важная такая штука, потому что если мы его не сдадим, то есть риск слить деньги. Например, залили там 10 тысяч рублей в рекламный кабинет, не оптимизировали свои объявления, плохо они отработали, и все 10 тысяч рублей улетели в никуда. Там 1500 рублей в день. Для начала я посмотрю, как вообще там работают объявления мои или нет. Дальше. Способ оплаты за показы. Это так и остается. Выбираем автоматический выбор места размещения. И вот здесь вот важная штука до 5 показов на человека. Что это значит? Один человек максимум 5 раз увидит рекламу. Но если мы делаем несколько креативов, то можно поставить один. Пусть этот человек увидит сначала такую рекламу, потом мое другое объявление, потом третье объявление. Тогда больше шанс, что он просто перейдет там по ссылке или послушает трек. Поэтому когда несколько объявлений, ставим один, ну максимум два. И все, создаем объявление. Мы сейчас выбрали аудиторию, настроили, и теперь просто кликаем. Вот контакт показывает, что же я сделал. Здесь можно отредактировать потом. Мы переходим в кампании, и видим, что у нас появилась новая кампания. Вот реклама моей песни. Чтобы отправить на модерацию, а модерация может длиться сутки, то мы нажимаем запустить. Но мне этого недостаточно, потому что я хочу сделать несколько креативов и посмотреть, какое лучше. Это объявление я откопирую. Откопировать, откопировать. Так, я сразу поменял название, чтобы не запутаться. Вот у меня второе объявление, в котором я хочу поменять, например, картинку. Захожу, нажимаю кнопку «Редактировать». Здесь я не могу поменять тип записи, для этого нужно будет создать рекламную кампанию, другую. Ну, скажем, например, хочу я сделать рекламу в клипах и историях. Придется создать новую рекламную кампанию, проблем с этим нет, можно сделать. Все, я просто удаляю старую фотку, хочу потестировать какую-то другую. Все, по такому принципу я могу создать несколько рекламных объявлений и в каких-то из них даже поменять настройки аудитории. То есть у какого-то типичного маркетолога музыкального здесь будет не два объявления, как минимум три, потому что три креатива, как правило, тестируются хотя бы. Но еще, может быть, еще три объявления на чуть-чуть другую аудиторию. В одном объявлении может аудитория быть по ключевым словам, которые искали конкретные песни, в другом те, которые слушают, а в третьем это подписчики сообществ. Вот главные три настройки, которые мы можем по аудитории сделать. Ну и по возрасту тоже можно поэкспериментировать, если совсем нет понимания, что же за люди меня слушают. Но понять это можно, просто сравнив свою музыку с чьей-то другой. Мы с вами создали несколько рекламных объявлений и теперь готовы отправить их на модерацию. Просто нажимаем кнопку «Запустить». После этого иногда объявления отклоняют и, как правило, пишут причину. То есть прямо здесь сверху будет написано, что за причина, по какой причине не пропускают. Например, картинка там по качеству не подходит. Или текст, там надо поменять что-нибудь. Модерацию можно пройти заранее. Как это сделать? Ставим общий лимит 100 рублей, чтобы у нас реклама не отработала, все наши деньги. И запускаем. Вот здесь вот «Запустить» нажимаем, да. И вот здесь в объявлениях тоже «Запустить», «Запустить». Все, пойдет модерация. И когда она пройдет, объявления быстро останавливаются, после чего мы можем уже в назначенный день, с уже готовыми объявлениями, которые прошли модерацию, бахнуть наш рекламный бюджет на какую-то песню. В следующем занятии посмотрим, как можно более детально работать с аудиторией. Есть специальные инструменты, как собрать целевую аудиторию. Ну и, конечно, будет занятие по ретаргетингу, потому что он тоже очень важен.